Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас урок психологии. Гмара, трактация та, рассказывает какая драма разыгралась вообще на похоронах нашего праотца Якова. Братья уже собрались похоронить его, но тут появился Исаф и сказал, что в пещере есть только четыре пары, там уже покоятся Адам Хава, Авраам Сарыцкак и Ривка, и осталось место для двух человек, для сыновей Якова. Лею похоронил, значит теперь мое место. Сыновья возмутились, муж, у тебя куплено это, если купча, давайте купчу, говорит Ислав. Купча осталась в Египте, послали в Египет Нафтали, но пока ждали Нафтали, один из внуков Якова, Хушин, сын Дана, понял, что какое-то неуважение к умершему происходит, задерживает похорону, а он был глухой и не понял, о чем спорили с Исафом. Он спросил, что ему говорят, что Исаф не дают похоронить. Он подошел, ударил посохом Исафа по голове, Исафа, голова откатилась к ногам Якова, закатилась в пещеру Махпила и закончилась эта история. Рабихайм Шмулевич, глава Ишивы Мир, спрашивает, как получилось, что из всех присутствующих один единственный Хушин возмутился неуважением к великому Якову. Неужели остальные не видели бесчестия и все, что творится? И ответ дает нам инструмент, важнейший инструмент в борьбе с нашим злым началом, да и вообще. Один из методов борьбы злого начала, Исафа, перевести человека в режим привычки, равнодушия. В силу обстоятельств мы втягиваемся в какие-то дела, которые нам не нравятся, все, но потом привыкаем. Мы привыкаем к ужасам, там, война, гибели тысячи людей вначале шокируют, убивают, потом это статистика, потом уже все спокойно. Сегодня ты увидел, как обманывают страну, а ты привык уже. Получается, главный урок, не привыкать к козлу. Только у глухого Хушима слов не перетупился, именно из-за глухоты. Он не слышал аргументы, не вступал в дискуссии, не рассказывал там что-то. С Ецером нельзя вступать в переговоры, надо, иначе он притупит наше восприятие. Мы не должны привыкать к любому злу, мы не должны смириться ни на минуту. Нельзя быть равнодушным в проблемных ситуациях. Нужно прекратить вообще спорить, ни о чем не разговаривать и дать Ецеру по голове, и на этом закончится. Не тягаться с аргументами, за и против голове, против явной глупости. Не кормить этого волком. Знаете, когда пожилому рэбу пришел ученик и говорит, Рэба ему рассказывает, в каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет собой зло, зависть, эгонизм, амбиции. Второй – добро, любовь, надежду. И внук так тронутый был, словами деда, задумался, говорит, а какой волк побеждает. Рэба Старр говорит, побеждает тот волк, которого ты кормишь. В это надо вдуматься. Давайте еще одно. Жил Яков в стране египетской 17 лет, написано. Этот раздел Тори называется вообще «Воехи и жил». И может показаться, что тут есть ирония, потому что речь идет не о жизни Якова, а о том, как он ушел из этого мира. Такое же было в разделе «Хаей и Сара». Что мы там читали? «Жизнь Сары». Это там рассказывается только о том, как ушла Сара. В рите слово «жизнь» имеет множественное значение. И не бывает единственного числа слова «жизнь». Жизнь не бывает одна. У нас есть разная жизнь, жизнь, которую мы получаем в этом материальном мире, и жизнь, которая будет потом следующей. В нашей еврейской традиции мир называется Алам Азе. А мир, в котором мы окажемся после физического смерти, Алам Аббаб. Что это означает? По идее, за этим миром должен следовать Алам Аху, то есть тот мир. Другими словами, этот мир и тот мир. Здесь немножко не так. Здесь тайна. Тот приходящий мир, в который мы вступаем, является прямым результатом того, что мы делаем в этом мире. Вот это вот тайна-тайна. Все, что есть в мире грядущем, подготовлено в этом мире. Жизнь похожа на фабрику. У фабрики цель какая? Производить. И у жизни какая цель? Производить. Производить следующую жизнь. И самую большую ошибку делает тот, кто считает, что фабрика и есть жизнь. И это она и есть готовая продукция жизни. И вот включив рассказ о смерти Якова и Сары в разделы с названием «Жизнь», «Жил жизнь», Тора дает нам самый главный урок. Она учит, что главная жизнь находится в мире грядущем. Поэтому праведники, они берегут каждый момент своего существования, переносят его в следующую жизнь, в вечность. Они не живут в поезде, в пароходе, по дороге или в куда мы там. Они видят и понимают. Человек приходит в этот мир заработать питание в следующем. Говорили мудрецы, зло постоянно побуждает человека к бесполезным и бессмысленным делам. Подумайте об этом. Поэтому он забывает о главном. Для чего пришел в этот мир? Мы пришли в этот мир совсем не для этого. Чтоб нас не запутали. Брахава от слаха. 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 Брахава от слаха.